В 90-м году, помимо дискотек, вы стали вести свою передачу на Европа Плюс Иванова. А в 91-м году к вашему составу, Рыжов Тимофеев, примкнул Олег Жуков. Поведайте нам подробнее, каким образом Олег Жуков присоединился к вашему коллективу и сразу ли он стал полноценным участником вашей команды. В 91-м году как раз мы арендовали зал для проведения дискотек в Ивановском доме. Как он там назывался? Учителя. На площади Пушкина. Теремок он назывался. И там как раз все собирались, и Олег тоже был одним из многих, кто приходил там постоянно тусоваться. Там джинсы, кассеты, свежие новости. Модная молодежь. Модная молодежь, да. Он сразу выделялся среди прочих. Он был очень харизматичный такой. Его любили все слушать, как он разговаривает, что-нибудь рассказывает. Он был прекрасный рассказчик, и у него был очень интересный тембр. И у него хорошо получалось подражать или дразнить. То есть, он что-то говорил, и это было очень весомо. И хотелось послушать еще раз и даже как-то увековечить. И мы подумали, что можно попробовать его использовать. И сначала мы его использовали в каких-то там заставках своих. Там по две фразы, по четыре фразы. А потом уже начал читать уже целые куплеты. И вот оказалось, что в этом его талант. Что он может читать рэп. Что он очень... И его голос был настолько уникален, что ему можно было дать полную билиберду. И он мог минуту-полторы и нести какую-то полную чушь с стихами. Авторитетно. И тогда прям вот он, бом. Уверенно так. И голос такой у него. Да. Ну да, вот тембр. Недавно с Алексеем разбирали одну из наших старых песен «Малиновый лес». И пытались это воспроизвести с ним. Мы поняли, что это... Алеша напел... Все равно говорит, что за ерунда. Что за дебильные слова. Рыжуков другие слова пел. Нет, те же самые, просто это был Жуков. Потому что он пел и нормально. Он что-то там болтает, болтает. А начинаешь это персонализироваться. Там Ржов, Там Серов. И уже начинаешь понимать, что эти слова, они состоят из букв. В них есть какой-то смысл. А зачем у них смысл? Вроде там никогда смысла не было никакого. У Жукова им был тембр, который реально не мешал прослушиванию песни. Бодрил, да. Бодрил очень. И как раз он был созвучен с модными на тот момент разными фирменными исполнителями. То есть, и по фактуре своей. То есть, он был такой толстячок. Добрый для всех. В тот момент были там в Синси Мюзик Фэктори толстячок. Был в Снэпе толстячок. Кептан Джек какой-то. Нет, был Хэви Диэн Зе Бойс. Был толстый чувак такой. Который в джейме, в Майкл Джексон рэп. Да, да, понял. Вот. Ну, Жуков у нас именно. В Фан Фэктори тоже был толстячок. А у нас такого не было ни у кого. Вот он у нас появился. И прямо это стало нашей фишкой. Я правильно понимаю, песня диска «Суперстар» записывалась уже в момент его болезни? Совершенно верно. И на самом деле получилось так, что Олегу стало хорошо. У него была операция. Именно ему убрали вот этот его... В августе. Опухоль раковую убрали. Нет. 11 сентября. Именно 11 сентября он сидел перед телевизором. И мы смотрели, как попадает в небоскрёбы. А мы с Колей были в Киеве. Вы были, наверное, в Киеве. А, вы на футболе были. Мы ездили на футбол. Баруси Дортман, Динамо, Киев. А мы с Жуковым. Я был прямо в палате. У него поговорил с хирургом. Хирург сказал, что всё нормально. Я всё почистил. Это было в сентябре 2001 года. И, соответственно... В августе он сказал, что больше не будет ездить на гастроли, потому что у него болит голова. Это было в Калининграде. И, соответственно, с сентября ему стало лучше. И в октябре, и в ноябре. И в этот период мы даже смогли съездить в Таллинн. Мы сняли... Влечение. Ой, это на 3 атаки мы сняли с поросёнком. Да, и сняли мы там ещё рекламу Пепси. Диско-служба Пепси. Да, это последнее его видео. Да, да, да. Соответственно. Но ему стало плохо в декабре. И причём очень серьёзно, потому что у неё пошли метастазы. Ну, в общем... То есть то, что убрали, оно всё-таки началось... Убрали, но, видимо, где-то вышло. И, на самом деле, очаги были в каких-то других местах тела. Соответственно, вот так произошло. Вот. И клип уже после, да, его... Алексей сочинял эту песню на возвращение Олега. То есть он делал эту песню именно мы. То есть и песня была заложена... На самом деле песня такая жизнеутверждающая. Да. Это не прощальная была песня. Это было... Наоборот, да? Возвращение на сцену Олега. Это была песня специально для него, чтобы он возвратился. Да, и она его ждала, но, к сожалению, её судьба сложилась по-другому. Ну, и люди её восприняли как прощальную песню. На самом деле нет. Единственное, что мы решили, что мы сделаем вот именно такой клип. С нарезкой, да? С нарезками. А в конце мы сняли мальчика, который там вдалеке. Это как бы он. Как бы это Олег. Ну, естественно, конечно, это был актёр. Да, ну, очень похож. Я только сейчас узнал о том, что это был не Олег. Нет, это не Олег. Ну, это же всё-таки музыкальный ряд, но это как бы наше воспоминание, наша юность. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ